Не предоставил услугу, вернешь деньги. Союз потребителей России предлагает наказывать рублем управляющей компанией, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров за каждый час не оказания услуги. По закону о защите прав потребителей за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от ее стоимости. Например, 3% от стоимости авиабилета, если речь идет о задержках рейсов. Однако, по словам сопредседателя Союза потребителей России Анатолия Голова, на поставщиков непрерывных услуг, жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета эта норма фактически не распространяется. В Союзе потребителей считают, что законодателям следует четко приписать норму, по которой за каждый час отсутствия воды, тепла или интернет-соединения поставщик услуги должен платить неустойку в размере 3% от месячной стоимости. К слову сказать, правила предоставления коммунальных услуг на территории нашей страны прописаны в федеральном законе под номером 354. Раздел 4 этого документа жестко расписывает, на что имеют право и что обязаны фирмы ЖКХ и потребители. Там конкретно оговаривается, на сколько времени может быть прекращена та или иная услуга именно в аварийных ситуациях. Допустим, если это касаемо холодного или горячего водоснабжения, то не более 4 часов. Но, возможно, если этот инцидент или авария длится более 4 часов, это нужно рассматривать каждый отдельный случай. По словам директора ПОКИТС Натальи Бетхер, в настоящее время, если, к примеру, не предоставляется услуга по горячему или холодному водоснабжению, то и платить за неё не придётся, в том случае, если в квартире установлены счётчики индивидуального потребления. Что касается отопления, то по заявлению собственника квартиры управляющая компания сделает перерасчёт. По правилам предоставления услуг, теплоснабжения, там тоже есть временной промежуток, за который должен быть устранён инцидент или авария. Там не более 8 часов, также при определённой температуре внутреннего воздуха в помещении. Так что, ну как бы у нас есть уже документ, который утверждён постановлением правительства, это 354-й, за который несут ответственности управляющие компании, ресурсоснабжающие организации. Ну а по поводу штрафов, здесь, конечно, нужно смотреть индивидуально, каждый случай рассматривать. С коммунальными услугами всё понятно, но как быть с интернет-провайдерами? Оказывается, и здесь всё не так сложно. Если услуги интернет-связи по какой-то причине не предоставляются, то и потребитель вправе потребовать перерасчёт. В договоре есть, соответственно, следующая оговорка, то есть у нас, если не ошибаюсь, в течение трёх суток, если не предоставляется услуга, то уже можно поднимать вопрос, это я имею в виду с физлистами, поднимать вопрос уже о возмещении ущерба. Ну, в принципе, мы навстречу идём людям, если что-то уже затягивается где-то, ну, возмещаем. То есть, ну, пополняем баланс на тот период, на который не предоставлял услуга. Приравняют ли коммунальщиков, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров с другими поставщиками услуг или нет, пока неизвестно. Парламентские слушания, приуроченные ко Всемирному дню защиты прав потребителей, назначены на четверг, 16 марта.